Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Вот и мы зимой приступаем к сборке поплавков для наших самолетов-тренеров. Поплавки будут универсальные, подойдут практически для всех моделей метрового размаха. Но в первую очередь они, конечно, предназначаются для тренировочной серии, это Piper, Cessna, Як-12. У нас уже был опыт установки на поплавки Cessna 150, но в тот раз мы совершили одну ошибку, мы не сделали водный руль на поплавках. И, как выяснилось, воздушного руля, особенно в ветреную погоду, далеко не всегда хватает, чтобы модель нормально могла управляться на воде. В этот раз все эти нюансы будут учтены. На поплавки сразу заложим возможность установки сервомашинок, установки рулей. И на воде модель будет управляться гораздо более адекватно. Ну, а кроме того, поплавки можно считать универсальным шасси. В частности, зимой со снега на этих поплавках можно будет взлететь ничуть не хуже, чем на лыжах. Что мы с вами, конечно же, проверим после того, как соберем эту конструкцию. Но сегодня приступаем к сборке непосредственно самого поплавка. Соберем один поплавок, второй делается полностью аналогично, поэтому заострять на нем внимания смысла я не вижу. Поплавки в этот раз будут у нас собираться по наборной конструкции. В качестве основы вот две такие боковины. Как видите, высота у них разная, то есть передняя часть поплавка будет иметь некоторый скос на днище и, соответственно, это тоже даст дополнительную устойчивость модели на воде. Но приступаем мы к работе с того, что склеиваем между собой и пятый и шестой шпангоуты. Детали пронумерованы, но здесь у меня разметку было плохо видно, поэтому я ее продублировал пастой, чтобы для наглядности лучше было показать. Ну и сейчас нам нужно будет пятый и шестой шпангоуты между собой склеить. Пятый шпангоут идет ближе к носу, шестой, соответственно, ближе к хвосту. Смотрите, какой поплавок вы собираете, правый или левый. В нашем случае это левый поплавок. И, соответственно, будем плясать от более высокой боковины. Промазываем шпангоут и клеем. Обратите внимание, что шестой шпангоут, он несимметричный. У него один из шипов шире и несколько смещен вниз. Этот смещенный шип будет соответствовать шипу на пятом шпангоуте в корневой его части. Верх совпадает, торцы совпадают. А вот нижняя плоскость, она формирует ряда на поплавке. А пока подсыхает шпангоут, промазываем клеем и устанавливаем те шпангоуты, которые не требуется склеивать. Начинаем по рядочку. Промазываем шип и сбанкируем шпангоут на положенное ему место. Посадка достаточно плотная, шпангоуты держатся и без предварительной просушки клея. Часть шпангоутов поставили. Выравниваем по верхней кромке. Убедитесь, что здесь у нас все шпангоуты идут вровень. Пятый и шестой шпангоуты подсохли, их аккуратненько склеиваем. Подсушенный клей прихватывается быстро, поэтому не торопитесь деталей прижимать. Прежде убедитесь, что все у вас ровно совместится. Только после этого детали придавливаем, они уже гарантированно у нас склеятся и никуда не разойдутся. Также промазываем клеем, ставим сборку на место, выравниваем по верхней кромке. Дальше двигаемся к кормовой части поплавка. Здесь уже шпангоуты симметричные. Ставим их по нумерации и не ошибетесь. Обратите внимание, что на некоторых шпангоутах сверху сделан вырез под дополнительные детали. Это будут места для крепления площадок для сборки каркаса. Собственно, площадок две. Основная, с вырезом под сервомашинку, к ней будем крепить саму модель и сделаем также раскосы. И вторая площадка, это задняя точка крепления, тоже к ней будут крепиться раскосы каркаса. Ну и третья деревянная деталь на поплавке, это транец. Его тоже делаем деревянным, чтобы можно было закрепить на нем рулевое перо. Транец склеиваем с десятым пенопластовым шпангоутом. Также промазываем клеем. Деревянные детали сохнут быстрее, так как в древесину растворитель впитывается более активно, чем в пенопласт. Соответственно, следите, чтобы клей не пересох. Но тем временем закрепим верхнюю площадку основную. Ее лучше установить до того, как приклеим вторую боковину. Промазываем шпангоут из четвертого по седьмой. стенку тоже проклеиваем и устанавливаем площадку на место. При этом рамка под сервопривод должна смотреть назад. аккуратненько собираем. Излишки клея сразу распределите по поверхности, чтобы они кочкой у вас не засохли. и вклеиваем эту заготовку пенопластом назад. То есть фанера у нас остается закрытой. Делается это для гидроизоляции, чтобы фанера в процессе покатушек на воде не размокала. Так как этот шпангоут ставится не в паз полноценный, а просто в вилку, здесь стоит клей подсушить. Ну, чтобы просто так не ждать, промажем еще и вторую заднюю площадку и тоже ее приклеим, пускай подсыхает. Промазываем шипы. Шипы здесь тоже, обратите внимание, несимметричные. Более длинный шип пойдет назад на сдвоенный шпангоут. Тоже прикладываем, прижимаем, чтобы клей распределился и снимаем на подсушку. Пока детали подсыхают, займемся формовкой днища. Если задняя часть днища прямоугольная и здесь разницы нет, в какой стороной ее ставить, то для передней половины будьте внимательны. Обратите внимание, что она изогнутая и этот край более короткий, та сторона в которую загибается заготовка, это будет внешняя кромка. При этом желательно, чтобы плотная лицевая сторона пенопласта у нас осталась снаружи. Да и формовать будет проще, так как деталь надо загнуть и эта плотная сторона покрепче получается, не дает заготовке сломаться. Соответственно, правую и левую сторону не путаем. Это у нас конкретно заготовка для левого поплавка. И, как видите, начинается изгиб. Вот с этого места постепенно заготовочку подгибаем. Нужно сделать полукруглый загиб. Как видите, получается такая заготовочка. Если работаете с нашим пенолистом, то проблемы у вас не возникнет. Для тех, кто работает с другими материалами, не забывайте внешнюю сторону проклеивать скотчем. Пенолист, кстати, можете приобрести только в нашем интернет-магазине, ссылочка будет в подсказках. Шпангоуты тем временем подсохли, их ставим на место. Сперва транец устанавливается. Ставим на место площадку. Все выравниваем. Излишки клея убираем. Ну и вот теперь устанавливаем вторую боковину. Здесь первый шпангоут просто встык приклеивается, поэтому так вот сбоку капельку клея нанести не забудьте. Ну, все остальное промазываем, как обычно. На фанерных рамках тоже кромки не забывайте проклеивать. И насаживаем боковину на шипы аккуратно, по порядку. Старайтесь точно совмещать детали между собой. За счет того, что сейчас уже у нас в клееной рамке, жесткость получается достаточно хорошей. Каркас этот очень уж сильно изгибаться не будет. Обязательно совмещаем края первого шпангоута. И вот здесь маленько так разводим детали и даем клею подсохнуть. Вот у нас уже вырисовывается такой поплавочек, достаточно большой по размеру. Но вес за счет того, что он пустотелый, получается совсем небольшим. Пока будет подсыхать шпангоут, подготавливаем верхнюю обшивку. Вот такая самая большая деталь по размеру. Нам нужно будет промазать весь каркас клеем. Если видите какие-то серьезные неровности, подровняйте наждачкой. Но в моем случае этого не требуется. На каркас наносим клей. Промазываем полностью все детали. Площадки тоже промазываем полностью. По всей площади. Не обязательно, конечно, заливать сплошником. Но постарайтесь проклеить без серьезных пропусков. Важно, чтобы поплавок был герметичным. И качественная проклейка здесь играет далеко не последнюю роль. Первый шпангоут ставим на место. Далее совмещаем, поджимаем. Подсушенный клей уже должен держать. Убеждаемся, что боковина стоит плотно. И прикладываем по месту верхнюю обшивку. Также обратите внимание, чтобы плотная лицевая сторона оставалась наружу. Начинаем от транса. Здесь выравниваем. И потихонечку корпус собирается. Обратите внимание, что немножечко первый шпангоут нужно будет обточить. Вот и все, когда будем выравнивать нищие, все это обработается. Здесь клей нужно будет просушить в обязательном порядке. Также хорошенько прижмите все площадки, чтобы гарантированно клей у вас ровно распределился по всем поверхностям. Детали снимаем и даем клею подсохнуть. По мере готовности клея обшивку ставим на место. Самое главное подровняйте края, чтобы не было потом у вас разбежки. Убедите, что задняя часть у вас сходится ровно. Ну а сейчас делаем сразу два дела. Прижимаем верхнюю обшивку и выравниваем посадочное место для обшивки днища. Берем наждачку и одновременно обрабатываем обе боковины. И шпангоуты, если между ними немножко выпирают. Это в некоторых местах будет достаточно хорошо заметно. Все это должно у нас сейчас выровняться. В передней части работы побольше. Здесь вот эти углы нужно будет сточить по направлению шпангоутов. Самое главное не допускайте провалов между шпангоутами. После того как угол задан, уже подравниваем, располагая брусок вдоль продольной детали. Проходимся так по всей длине, вплоть до носа. Ну и первый шпангоут с ним поаккуратнее. Обрабатываем его от корневой части к внешней. Здесь у нас должен получиться ровный переход, ровное скругление. Такая ровная поверхность должна получиться для того, чтобы днище нормально приклеилось. Прежде чем полностью зашивать поплавок, не забудьте сделать отметки, где располагаются фанерные площадки. Удобнее всего ориентироваться по шипам на шпангоутах. Просто ставим метки напротив шипов, отмечаем кромку деревянной площадки. Шип на площадке я уже не считаю, а основную ее часть отмечаем. Самое главное, чтобы отметки были видны сверху. Боковины у нас закроются, а вот сверху отметки должны быть видимыми. Здесь соответственно будем учитывать ширину площадок. Шаблоны есть, по ним можно будет ориентироваться и от этих меток делать отступы. Передние тоже отмечаются. Ну и пока низ не закрыт, вырезаем отверстие под сервомашинку. И вот теперь можно зашивать днище. Промазываем края клеем. Тоже проклеивайте периметр без пропусков. Промежуточные шпангоуты для надежности тоже хорошенько проклейте. Кроме того, эти шпангоуты будут играть роль переборок. В случае, если наедете на корягу, пробьете поплавки, то затопит у вас только те отсеки, которые были повреждены. На трансе также торец первого шпангоута промазываем, чтобы обшивка к нему приклеилась. Ну и ставим заготовочку. Здесь уже отталкиваемся от транса. Прижали. Снимаем на просушку. Примеряем переднюю часть днища. Нам важно убедиться, что приклеится эта деталь без больших усилий. Соответственно, там, где необходимо, может быть, еще придется чуть-чуть подогнуть. В частности, вот это место. Ну, в целом, ложится достаточно точно. И длины хватает. Там, где необходимо, догибаем. Промазываем клеем. И точно так же клей нужно будет подсушить. Здесь старайтесь вровень приклеить внешний край. Внутренний немножечко нужно будет подработать наждачкой. Ну, а пока снимаем и клей подсушиваем. Задняя обшивка, тем временем, готова. Ставим ее на место. Хорошенько прижимаем. И на торце сразу же прихватываем кусочком скотча. Сразу так вокруг проклею, чтобы и верхнюю обшивку, и нижнюю придавило и держало. Пока ждем сушки клея передней части. Хвостовую секцию можем начинать выравнивать. Берем наждачку и выравниваем поверхность так, чтобы нигде выступающих углов у нас не было. Верхнюю обшивку так же сразу вровень с боковиной под загладьем. Обратную сторону аналогично. Проклеиваем переднюю часть обшивки. Отталкиваемся от внешней кромки. Здесь клеим ее вровень с боковиной. За счет скоса немножко уголочек внешний будет у нас выходить наружу. Подтягиваем кромки. Передний торец также сразу подклеим скотчем. И также наждачкой подглаживаем кромку. Внутреннюю кромку здесь подравниваем ножом. Запас заметно больше, поэтому наждачка его будет стачивать долго, да и пыли много. А вот так аккуратненько подрезать вровень с поверхностью, а потом немножечко подровнять неждачку и будет гораздо быстрее. Ну и теперь закрываем боковины внешней обшивкой из трехмиллиметрового пенопласта. Это уже как декоративные накладки, закроют все выступы, все шипы. Ну и дополнительная герметизация. Также обратите внимание, что эти детали должны лицевой стороной клеиться наружу, поэтому правые и левые стороны не путайте. Промазываем клеем, в первую очередь, периметр. Здесь никаких разрывов быть не должно. То есть, по сути дела, обшивку мы склеиваем с обшивкой. Несмотря на то, что верхняя и нижняя обшивка еще и к каркасу дополнительно проклеена, за счет этого получаем дополнительный клеевой шов и дополнительную гарантию герметичности. Ну и поверхность клеем заполняем. Тут уже сплошняком не надо, вот так вот змейкой будет достаточно. Конечно, там, где совсем уж мало клея покажется, лучше добавить. Ну и периметр проконтролируйте дополнительно, там, где это необходимо. Выравниваем по верхнему контуру и по трансу. Днище также будет обрабатываться в дальнейшем. Детали немножко друг, относительно друга подвигайте, чтобы клей лучше разошелся. Снимаем и подсушиваем. Пока одна половина подсыхает, вторую вы клеить вряд ли сможете. Либо собирайте второй поплавок за это время, либо подготавливаем скотч для того, чтобы зафиксировать обшивку. Сплошной проклейки здесь не требуется. Много прямых участков, которые сплошной проклейки не потребуют. Но на загибах, в основном в передней части, подтянуть обшивку не повредит. Также в районе транса лучше проклеить. Обшивку по мере готовности ставим. Тоже повнимательнее, чтобы не приклеить криво. Вверх. Транец подровняли. И прижимаем. Промазываем вторую сторону. Ну, а пока клей на ней будет подсыхать, первую половину протянем скотчем. Приклеиваем обшивку полностью аналогично. Также выравниваем по верхней кромке и по трансу. Днище будет обрабатываться. Клей распределили. Детали снимаем. Ну, за это время проклеиваем внутреннюю обшивку. Так, начиная от транса. И постепенно вперед пойдем проклеивать. На скруглениях скотч нарезаем поуже. Ну, и чем меньше радиус изгиба, тем более узкие полосы делаем, чтобы удобнее было их клеить. В частности, вот в районе редана в обязательном порядке рекомендую проклеить. Ну, а дальше смотрите, где обшивка немножко пытается отойти. Подтягиваем в этом месте скотчем. Устанавливаем внешнюю обшивку на место. Внимательно и аккуратно ее подравниваем. Проклеиваем. И там, где это необходимо, протягиваем скотчем. В районе редана. На загибе тут тоже нужно проклеить. Местами, там где это необходимо, проклеиваем еще и сверху. Вот такой поплавок у нас с вами получился. Второй собирается полностью аналогично, только в зеркальном отражении. Правую и левую сторону не путаем. И проблем, я думаю, у вас в сборке не возникнет. А на сегодня оставляем поплавок на просушку. Он должен хорошенько склеиться. После этого можно будет собирать раму для крепления модели. Чем мы с вами и займемся в следующей части. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в наши социальные сети, на форум, который создан специально для вашего общения. Не забывайте про интернет-магазин, где вы можете приобрести как готовые модели, так и комплектующие для них. Ну и, конечно же, ждем в следующей части. Собираем раму и готовимся устанавливать на эти поплавки одну из наших моделей. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Субтитры сделал DimaTorzok